Ребят, у нас сегодня постный день. Как вы думаете, что это? Это голубцы? Это постный день? Да. Вы спросите, а как так-то? Пост? Говоришь, такая православная христианка и всё такое. А пост голубцы? Ребят, это постные голубцы. Это не просто голубцы. Это берётся гречка, отваривается. Туда натирается картошка, но так как у нас нету тёрки, то её просто мелким-мелким кубиком нарезано. Совсем мельчайшим просто кубиком я её нарезала. Значит, добавила томатной пасты, лука, морковки, обжарила. Завернула в капусту, собственно говоря. Ну, как по вкусу получается вкусно. Завернула в капусту. Ну, и как обычные голубцы дальнейшие. Просто начинка другая своя, постненькая. Обалдеть. Это будет вкусно. Сейчас я хочу развесить стирку, а то у меня стирка закончилась. Уже. Вот. И стоит вам помыть посуду, потому что, посмотрите, после готовки же накапливается посуда. Но так как у меня прямо сейчас закончилась стирка, мне нужно быстро провесить, а потом уже продолжать по уборке в кухне дальше, потому что, видите, вон, на столе всякая. Ой, на столе, на столе. У меня, кстати, иконка появилась вот. Так, я понимаю, куплена. И у нас в коридоре висит иконка 4 часа на 25. И я вам расскажу историю о её появлении обязательно в этом видео. Я вам расскажу, что же было, как это произошло и так далее. Итак, ребята, доброе утро. Продолжение вчерашнего дня. Вчера я тоже мало что делала, как я показывала. Я показала только глупцы и, в принципе, это будет, наверное, влог за два дня, но тем не менее. Начну эту часть влога с духовных вещей, с нескольких духовных. Я знаю, что некоторые писали в комментариях, что духовное не показывает, но так как это часть моей жизни, и мне хочется делиться всей своей жизнью, то я буду и это показывать тоже. Вот у меня икона 4 часа на 25. А вот там сзади, я вчера показывала, это неопалимая купина. Икона, неопалимая купина, будем так говорить, но если надо духовно поговорить, неопалимая купина, она очень сильная от всяких пожаров, бурь, ветров и так далее, от всяких разрушений, она очень сильно помогает, собственно говоря. А 4-х частная с распятием, это икона... А посмотри, она отчего 4-х частная с распятием в интернете? Вот, сейчас Лёшка глянет, то есть там сзади было написано, а здесь-то на этой иконке сзади не написано. Отчего эта икона 4-х частная с распятием, для чего, ну как бы, от каких она, скажем так, успокоений, бед и так далее. Там же, скорее всего, имеет значение не вся икона в целом, а каждая, и каждая зуба... Да, здесь на этой иконе образочки Богородицы, семистрельная, утолимая печали, избавление из-под стражи и взыскание погибших. И здесь, в середине, распятия Иисуса Христа. Сейчас Лёшка глянет, скажут на фоне. Вот. И я, а после этого, я расскажу предысторию этих иконок, как они у нас появились. Я обещала вам рассказать в какой-то момент. И вот до меня дошёл момент, когда я понимаю и чувствую, что я могу об этом поговорить, рассказать там и тому подобное. Смотри, а там иконки Божьей Матери с младенцем? На всех 4-х? Нет, только на одной без младенца, на семистрельной. Одна из самых известных является четырёхчастная икона Божьей Матери под названием Материнства. Она изображает Богоматерь с младенцем Иисусом на руках в разные моменты его младенчества и детства. Ну, вот здесь, видишь, только семистрельная без младенца. Только семистрельная. О, слышь, как они. Не, у нас не такая. У нас не такая. То есть, они, оказывается, ещё разные бывают, эти четырёхчастные. Она не такая, сейчас. Я найду такую, как у нас. Ого! Вот такая вот у нас. Значение, да. Вот такая вот у нас. Пред иконой Пресвятой Богородицы, пред этой иконой, ребята, молятся об исцелении, страдающей и бесновании, от нашествия саранчи, об исцелении душевных и телесных немощей во время бедствия и неспослании благодатной силы при разрешении трудных обстоятельств. А почему так много сразу? Потому что тут, видите, тут же шикон Богородицы не одна, а сразу много. И вот оно как-то... И оно очень хорошо помогает в разных бедах, страданиях, там, ещё где-то. То есть, она очень сильно помогает. От нашествия саранчи самая актуальна. Ну да, на всём случае. Так вот, предыстория этой иконы, пока вот мы пьём чай, и я сейчас буду заниматься завтраком, вот, мы сейчас сначала проснуться, попить чай, а потом заниматься завтраком. Так вот, пока мы пьём чай, скажу маленькую предысторию, мы ездили в Оптину, и у нас было об этом видео, мы выкладывали. И в Оптиной, кто в Оптиной бывал, тот знает, кто не бывал, тот не знает, но тем не менее, я всё равно скажу. Там есть такое здание небольшое, домик, чайное, собственно говоря, где в этой чайной можно попить чай там, покушать. Ну, не за бесплатно, понятно, что ты покупаешь там булочку какую-нибудь, да, то есть это понятно. Вот, но всё равно. А мы стояли, там есть Казанский собор, Казанский храм. И вот как раз-таки, где хранятся мощи Амросия Оптинского. И под этим храмом сразу находится иконная лавка, где продают иконы, где продают свечи, где продают всякие крестики, где продают, продают, продают всякую, 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 как бы. И, значит, мы зашли туда и просто ходим, рассматриваем там всякие иконки, там, всякая вот, мурунди. Верю, там мясо лежит, да, а тебе туда не я. Вот так. Именно так. Как иначе. Вот. И там, значит, стоит куча-куча икон тоже, ну, зашли, порассматривали или вышли, как бы. И думаем, направляться в чайную, чтобы просто попить чайку, там, как бы, поглотать немножко, там, передохнуть, потому что нам ещё до электрички нужно скакать будет А8 электричка. И до электрички каким-то образом надо дождаться, собственно говоря, этой электрички. Мы, значит, чё делаем? Какой был сделан, вообще непонятно, но, тем не менее, сам факт того, что нам подарили вот такие вот иконки, это вот, потом она пригласила нас в чайную, эта женщина, притом бесплатно, она их новые купила в этой чайной, да, она там то, сё, как бы. И она, значит, бесплатно нас пригласила в эту чайную и говорит, хочу вас чаем угостить. Ну, чё, мы отказываться, что ли, будем? Ну, пошли, сходили, там, попили с ней чайку, типа, пообщались. И она многие вещи какие-то рассказывала, не в бровь, а в глаз, есть такое выражение, да, как будто бы она нас сто лет знает, и как будто она много-много, так, каких-то вещей, которые, там, связаны с нами, там, и так далее, рассказывала. Очень такая чудесная женщина появилась и подарила нам иконки, точнее, Господь через эту женщину подарил нам эти две иконки, да, вот, свою частную с распятием, и вторая иконка неопалимая купина. В общем, такое чудесное было, как говорится, обретение этих иконок в нашем доме, и... А мы хотели, мы как раз ходили, Лёшка мне показывал эту икону, ну, когда мы были в иконной лавке, и показывал, что ему бы хотелось эту икону, собственно говоря, да и мне её бы хотелось. Но, как бы, на тот момент финансов у нас не было, чтобы купить иконку за 400 рублей, или иконку, там, за 600 рублей, да, как бы, а тут женщина взяла и бесплатно подарила нам эти иконки. Вот, скажем так, чем-то мы ей приглянулись, этой женщине, видимо, ну, Бог так управил, значит, так надо по каким-то причинам, по каким-то вот... Если так уж рассуждать, то это Господь услышал то, чего мы хотим, и её чрезвычайно нам дал. Так, что так. Я готовлю завтрак. У меня будет рис с овощами, очень вкусный, и с курицей на завтрак. Так, рис варится быстро, из таких, знаете, быстрых, но полезных завтраков, если не хочется... Если, к примеру, яичница поднадоела, да, уже яйца не хочется, уже, ну, надоело всё, да, не хочется яичницы. Вот какой-нибудь рис или гречка с овощами, который ещё и готовится быстро, это всегда чудесно. Лёшку я отправила в магазин, потому что вода дома закончилась попить водой, собственно говоря. Но я хорошо промываю рис. Он промывается до того момента, пока вода не станет прозрачной. Она ещё не прозрачная, видите, она ещё такая вся. Но она уже становится менее такой, менее серой, как она была. Я, кстати, не знаю, вот когда гречку промываешь, какого-то такого цвета у гречки, собственно говоря, нету, как ни странно, да? То есть гречка нормальная себе. А вот, что касаемо риса... Вот у риса есть какой-то такой цвет. Когда его промываешь, у воды риса нет, а? Да, когда вот такой ещё. Непонятного происхождения, знаете ли цвет. Вот посмотрите. У риса всегда такой цвет, во всяком случае у меня. Тот, который я покупаю. Но сейчас я его хорошо нужно промыть. Это уже пятая промывка, верите? О, и уже почти, почти прозрачная. Рис, кстати, по-моему, один в двух валится. Ах, сильно ошибаюсь. Нашли приложение, и это действительно рабочее приложение. Где на один, там, тире, два дня ищут какого-нибудь рабочего, да, там, например, не знаю, там, посидеть на кассе один день, там, не знаю, просто консультантом постоять, еще кем-то. Ну, такое интересное приложение. Сейчас пытаемся в него всклиниться. На завтра есть варианты на курьерство. Но я на курьерство точно не смогу. Почему? Потому что у меня, собственно говоря, спина. А со спиной никаким курьером или что-то разгружать я не смогу пойти. А на завтра на два часа дня есть. Есть предположение, может быть, Лёшке выскочить завтра на курьерство, поскакать, и тогда он начнет получать ЗП. Еще предложили Лёшке вакансию, такую интересную, связанную с логистикой. Но так как у нас сейчас ноутбука нету, ну как, он немножко сломался, за него нужно заплатить будет за ремонт в понедельник. Забирая его, он будет полторашку заплатить. Тогда это будет очень даже прекрасно. Ура! Вода прозрачная, люди! Вообще, ну, ну, почти прозрачная, не совсем идеально, чтобы сказать так, что она прям прозрачная. Ну, и неважно. Самое главное, что она уже чистая. Что касаемо Лиса. Лёша, я еще пошел на Ластберис получать флешку, ибо... Есть еще одна вакансия, в которую он может войти и начать работать. Мы, к сожалению, в той вакансии, которую укусим. Без флешки не никак. По-моему, рис варится один к двум, но, ребят, если я где-то там подошиблась, ну вдруг, напишите мне в комментариях. Чудашка, ты лох! Неправильно ты варишь рис. Вот. И кладем чуть-чуть соли, но соли кладем немного, то есть во все крупы, во все крупы, когда мы готовим, мы кладем совсем чуть-чуть соли. То есть, как бы, гречка, там чайная ложка соли, а не столовая. Там что, рис примерно такое же количество, что касаемо по соли. То есть, по соли такой у нас. Ааа, и все зажигалось. Походу. Блин, а все у Лёшки, походу. Лёшка утянулась из зажигалки в магазине. У меня нужно, блин, печку зажечь. Чтобы это странно не звучало. Надо что-ли спички хоть купить, чтобы спички были на случай, если. Ибо... У меня еще стоит стирка, потому что завтра, как в воскресенье, работать нельзя. Но я предполагаю, что если мы завтра не выйдем на работу с Лёшкой, то... Ну, Лёшка, во всяком случае, не выйдет. Тогда... Тогда трындец заступит. Незаметно. Ой, господи. У меня это жалко. Это жалко. Не вижу. Ну, триста я поставила уже почти. Теперь нужно где-то... Или нет? Скажите мне на милости. Ура! Зажалко найдено. Потом мне же хочется, чтобы Лёшка пришел. Уже была какая-то вкусняшка и все такое. А тут оно, видите как... У меня пока терки нету. Поэтому... Что касаемо морковки... Я ее буду резать. Ну, это гигантелла, а не морковка, конечно. Ну, ничего. Я думаю, что все будет хорошо с нарезанием морковки. Ну, что, ребят, я оставлю вторую стирку. Почему я, кстати, сразу не поставила прямо побольше одежды, там, или сразу, там, не пошла оставить вторую стирку, как только разобралась вещами, а я сейчас объясню все просто. Потому что у нас не очень-то и много места на самой сушилке, и она у нас одна. Там, действительно, на балконе. И... И ситуация как раз-таки в том, что если бы я просто взяла и поставила вторую стирку сразу, то я просто не знала, хватит ли места или не хватит. Мне нужно было понять, хватит места на сушилке или нет, это первое и важное. И... Когда я поняла, хватит ли места, да, и сколько места, я поставила вторую стирку с учетом места, то есть столько вещей с учетом места там. Еще буду мыть сегодня, стирать свою... Эту кофту, я ее замочу просто, потому что с этой кофтой у нее, видите, пятнышки есть. Сейчас в любом случае ее нужно... Ее нужно как-бы... Ой, аккуратно. Ее нужно простирнуть, но это я сделаю чуть попозже. Это я сейчас стирку поставлю, а свою будем отдельное. Простирну со светлыми вещами. Сегодня замочу, а завтра в воскресенье работать нельзя, но я поставлю стирку маленькую, потому что это будет надо. Чисто со всякими белыми, светлыми вещами, со всякой вот этой хереней. Я застираю это все. Вот, так. А так я ставлю на... Принадовилась к этой стиралке. Не знаю уже, какой мне режим стирки нужен, что я буду с ним делать и так далее. Поэтому, в принципе... В принципе, вот так. Сейчас я выкину, ребят, вот эту вот бумажку, которая на полу в стиралке валялась, повыкидываю. Вот, сейчас я еще что сделаю. Это будет ну чай, допишу немножко дневник, то я дневники пишу постоянно. Вот, и я допишу дневник, и я думаю, что как раз будет нормально. Вот, мы позавтракали, я вам показывала уже в видео шортике. Это получилось вкусно. В сковородке это выглядит вот так вот. Просто отварила рис, если говорить о рецепте, да? Самое простейшее. Отварила рис. Когда он уже полностью отварился, я на сковородке обжарила курицу. Потом туда лук, морковку, чеснок хорошо обжарила. Туда добавила томатные пасты, специи, я добавила паприку, соль, черный молотый перец. Это все обжарила, туда закидала рис уже готовый. Перемешала довольно хорошо. Туда добавила яйцо, вбила, перемешала и получилось вкусно. Ну, в принципе быстро, просто, ну минут 20 у меня ушло. У кого-то может и больше уйдет, у кого-то меньше по времени. Ну, тут как бы Лешка говорит мне всегда, что я тот человек, ну да, в данной ситуации, так и не только вообще, что я готовлю очень быстро. Что у него, может у меня тоже были девушки, как бы да, он встречался с кем-то и так далее. И вот он говорит о том, что я готовлю даже по сравнению с ними быстро, потому что были те, кто мог готовить там весь день, если приготовление пищи. Но я не знаю, насколько я быстро готовлю. Главное, что Лешке нравится, как я готовлю, да, главное, что это вкусно для него, а насколько это быстро, не быстро, это уже... Главное, что ему нравится, вот это самое важное. А так, как это, готовим с Богом, и то прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 кверху, выставила пузо, мог гладь мою пузо, всё типа, я готова. Но как только ты подходишь чесать пузо, тебе кошка говорит, на-на-на-на-на! И отпихивает тебя, что типа, чё ты ко мне подошла? Типа, я тут не для тебя. Вот как понять, для чего развалила кошка пузо? Когда можно чесать пузо, когда она раскрыла его? А когда, когда она раскрыла пузо, ты лучше не чесать. Ну, иногда она просто может езжать и спать. Но она с открытой пузо. Я хочу заснять небольшую болтологию на фоне того, что у меня в окне. Ну, не то, что заснять, а... У меня часто комментарии в Ютубе бывают, на которые я там ставлю лайки, но не совсем отвечаю. То есть ставлю в отмеченные, да, но не отвечаю. Хотелось бы на несколько комментариев ответить, довольно интересных, которые меня почему-то затронули, да, и мне захотелось что-то сказать. И первый комментарий был, ну, тот, который хотелось бы ответить, звучит так. Что вы несёте по жизни? Так вот, хотелось бы рассказать. Я человек православный, и стараюсь я нести по жизни, если, что касается духовного, да, я стараюсь нести по жизни какие-то вот духовные вещи, да, показывать, что я молодёжь, да, то есть мне 26 лет, но я православная молодёжь, и что православная молодёжь может быть и весёлая тоже, вне зависимости от каких-то ситуаций, там, да, уповать на Господа, и так далее, и так далее. Вот, вообще стараюсь по жизни нести позитив, добро, как бы, улыбаться чаще, да, вне зависимости от происходящего мы должны улыбаться и радоваться. Потому что, ну, если мы будем ходить вечно грустными, унылыми, всё плохо, ну, это ничего всё равно не приведёт ни к каким действиям, как бы. А если мы будем улыбаться и радоваться даже тому, что нам посылает Господь, вот, например, у нас сейчас есть крыша над головой, у нас на плите стоит борщ, который я, кстати, сварила, не сказала вам о том, что борщ сварила. Ну, короче, я сварила борщ, да, у нас, собственно говоря, у многих людей даже этого нету, есть какие-то люди, да, у которых даже вполне себе этого нету. Поэтому, в принципе, я стараюсь нести позитив, стараюсь нести радость, стараюсь показывать, как я живу. То есть я показываю на нашем канале то, как я живу, то, чем я живу, собственно говоря. Если я живу на данный момент печалью, то я показываю то, что у нас печаль. Если я живу радостью, то я, соответственно, показываю то, что у нас какая-то радость в жизни происходит, и это вот такой маленькой, ну, как бы, я вас пускаю в свой мир и показываю свой мир, как бы, да, так, как он есть. Если же это происходит, я об этом, естественно, говорю, и, в принципе, то есть я пускаю в свою душу, потому что я показываю свои какие-то жизненные ценности, то, как я живу, какие-то моменты. свои да и мне кажется это очень ценным поговорим дальше. Второй комментарий который я рада себе да который мне написали и который меня но не то чтобы он прям сильно затронул но тем не менее он был немножко с одной стороны негативным но с другой стороны почему-то хочется на него ответить он звучал так что планирую детей одна с артритом второй безработный без гражданства без ничего без команды без двора ну как бы скажем так когда я была маленькой да моя семья тоже жила небогато когда я была ребенком да и в моей семье тоже не было достаточно денег плюсом было то что был свое жилье да но тогда просто при союзе давали квартиры и эти квартиры пооставались у людей поэтому они остались жильем тогда такое время было что повезло да что давали квартиры потом союз распался квартиры никто не забирал логично же да и вот у кого какие какое свое жилье было тот там жить и остался как бы вот это было плюсом но я не скажу что мы тоже жили богато нет мы жили не богато, крайне не богато. Ну так, среднячок, но как бы низкий среднячок как бы. Но тем не менее мы радовались, нам всего хватало, у нас и продукты были. Ну, правда, с огорода свои, но как бы... Да, планирую детей одна. Я не одна их планирую, я планирую их с Лёшкой, мы очень хотим детей, но мы не говорим, что мы прям сейчас будем заводить детей, нет. Потому что мы это только обсуждаем. Мы хотим уже, как это сказать, стабилизироваться в жизни, иметь, пусть если это съёмное жильё, но стабильное, что как минимум на год оно будет оплачено, и будем спокойно в нём жить, это первое. И второе будет стабильность в какой-то работе и зарплате, что хотя бы ежемесячно мы будем знать, что у нас есть определённая сумма денег, которые мы можем распределять и так далее. Собственно говоря, то есть мы не прям сейчас планируем детей, да, мы всё-таки по-разумному поступаем, да, мы сейчас просто обсуждаем, что нам бы хотелось, в нашей семье, там, то, сё, но, собственно говоря, что касается вот вопросов детей, мы не прям сейчас их хотим, мы просто обсуждаем какие-то страхи по поводу детей, которые у меня есть, вот пишут, обсуждайте косички, но а что, их не обсуждать, что ли, как бы, если у меня есть какой-то страх, что я не смогу ребёнку косички заплести, ну, мне ж нужно его лёжке говорить, там, рассказывать и так далее. Может быть, он будет плести косички, кто же знает, как в семье будет выстроиться, да, как бы, какая ситуация в семье будет, да. С артритом, ну да, у меня есть артрит, но я была врачей, врачи сказали, что я могу рожать, да, я не могу рожать сама, потому что у меня не раскроется тазовое дно, как бы, и мне сказали, что можно рожать только с кецаревым, как бы, но сам факт, я же могу рожать, у меня может быть свой ребёнок, а если у меня своего ребёнка не будет, и бог не даст, ну, мало ли, ситуации же разные могут быть, тогда будем брать из детского дома, почему нет, как бы, ну, кто, типа, ну, вот, кто, как бы, говорит, что это плохо или неплохо, да, это наоборот хорошо, а так, очень хотелось бы детей, и это факт, ну, не только вот этих хвостов и хвостиков, хвостиков, да, но и деток, вот они у нас, они у нас красотки, да. Вот, то, что Лёшка сейчас без работы, то, что мы говорим без работы, да, тому последованы определённые ситуации, да, определённые моменты, и вот, но сам факт, Лёшка ищет работу, например, сейчас вот такая ситуация, интересная, кстати, ребят, мы сдали, значит, ноутбук, мобард, потому что нам нужно было съездить к батюшке, при том съездить нужно было срочно съездить, там, поговорить, там, духовные вопросы решить и так далее, ну, к моему духовнику, и мы съездили, там, полторы тысячи нам дали, теперь Лёшке предложили работу, и действительно хорошую работу, он будет с понедельника, хочет туда выйти, но для того, чтобы туда выйти с понедельника, там 30 тысяч зарплата, плюс проценты от продаж, собственно говоря, а какие там уже будут проценты, это уже, ну, ориентируемся на минимум на 30, а дальше уже, там зарплата раз в неделю, кстати, что большой плюс, но нам нужно забрать свой ноутбук, короче, с ломбарда, просто вытянуть его каким-то образом, желательно завтра, это 1600 рублей, короче, нужно заплатить, сдавали за полторы, взяли у них полторы, а 1600 нужно отдать, ну, там же проценты какие-то, всё, как бы, да, такая вот, если мы отдадим эти 1600 до понедельника, и заберём, то есть, желательно завтра, то тогда у Лёшки появится реальная работа, просто реальная, офигенная работа, где действительно, вот, хорошо, как бы, да, по работе, и начнёт появляться зарплата, через неделю ему уже первые деньги придут, и это будет прекрасно, то есть, первая зарплата у него уже будет через неделю, и довольно неплохо, довольно, довольно кайфово, будем так говорить, вот, ну, нужно каким-то образом забрать ноутбук, и я сейчас, конечно, денег не прошу, потому что, в принципе, а смысл, да, но если кто-то хочет помочь в таком устройстве на работу, как бы, да, то номер карты по СПБ, система быстрых платежей есть, или вот этот Лёшкин номер, как бы, можете написать на WhatsApp, вам расскажут, покажут, как, ну, то есть, что мы реальные люди, там, не мошенники, не что-то такого, как бы, вот, и просто можете сбросить, если кто-то хочет, там, каким-то образом помочь, там, будем рады, будем благодарны, как бы, но это дело такое, я ещё раз говорю, я никого не заставляю, я никого не принуждаю, я не это самое, я просто говорю, если есть возможности, или если есть, там, какие-то, вот, то есть, не более того, если возможности нет, или если не хотите, или ещё что-то, не надо, то есть, я не заставляю, я просто говорю, что если кто-то хочет, да, если кому-то хочется, вот, мне сегодня из дела осталось ещё, что сделать, мне сегодня из дела осталось вещи после стирки развесить, там, я же говорила, почему я две стирки поставила, почему не одну, как это у меня варьируется сейчас, да, Вот, это стирку развесить, помыть посуду после еды, вот, вечернее правило прочесть перед сном, естественно, потому что в воскресенье собираемся в храм, я подняла порядок в комнате, ну так, вещи разложила, там, походила, что-то сделала, там, такое, по мелочи, как бы. Вот, я, кстати, вот эту камерку вешаю на вот этот штатив, ибо, ибо, ибо. Санька, ой-ка, Санька, Санька. Ну, и тогда с помощью, кстати, этой работы мы сможем первое, это вылечить маркизу ушко, это важно, ему операцию назначили, как бы, полечить мне зуб хотя бы, это уже неплохо, снять остров вольтом и так далее, потому что все равно она есть, куда-то, ну, никуда ты от этого не денешься, она есть и все, как бы. Вот, и подешать много-много вопросов с помощью этой работы, потому что через неделю капнет зарплата, и это будет прекрасно. Но, если мы завтра заберем ноутбук с этого самого, и если мы получим, потому что начать работать можно с понедельника, в понедельник первая смена у Лешки, она уже стоит, то есть Лешка уже оформился туда, ну, у него обучение, но обучение тоже оплачивается, собственно говоря. Вот, но для этого нужно забрать ноут. Вот, и касаемо вот этого вот комментария, продолжим дальше, да, Лешка ищет работу, просто если бы Лешка просто сидел на месте и не искал эту работу, это один разговор, да, если бы он сидел на диване. Но Лешка не сидит на диване, он ищет работу, он ежедневно прозванивает больше десятка вакансий, и какие-то вакансии ему предлагают работу, которая просто не подходит в связи со здоровьем, да, например, А какие-то вакансии, там, говорят ему, что мы вам перезвоним, там, то-се, вот такие вот моменты, то есть, всякое бывает, да, как бы, и я тоже ищу работу в поиске работы, но не все вакансии мне подходят, потому что у меня болит спина и артрит, начнем с этого. И, собственно говоря, на некоторых вакансиях мне просто говорят, ну, вы гражданка другой страны, типа, мы не знаем, кто с вами работает, то-се, окей, ладно, но я тоже в поиске работы, я не сижу на месте, Я имеюсь, как говорится, просто тупым сидением дома, как бы, да, я дома, как женщина-хранительница очага, я занимаюсь многими вопросами, например, порядок, вот я сегодня навела, там, две стирки, я борщ сварила, я рис на завтрак сделала, например, да, то есть, я для Леши стараюсь делать какой-то уют, понятно, что это не получается делать суперидеально, да, тут я ничего, типа, не скажу, я, да, я такая, как бы, но, во всяком случае, что в моих силах и что я могу, я тоже стараюсь делать, как и Лешка для меня, И это очень-очень ценно, собственно говоря, а так я хочу, чтобы этот ролик вышел сегодня, поэтому все, что я буду делать дальше в плане уборки, стирки и так далее, я уже вложу в завтрашний ролик, а этот ролик я буду заканчивать и идти его монтировать, поэтому всем пока подписывайтесь на канал, ставьте, ребят, лайки, нажимайте на колокольчик, комментируйте, если у кого-то есть желание скинуть нам донатик, то информация вся есть внизу в описании под видео, всем пока, всем хорошего настроения, вот, и всем Божьего благословения, собственно говоря, на этот вечер, потому что, куда ж без Бога, без Бога никуда, ну, как говорится, всем, всем быть с Богом, вот так.